Дорогие друзья, это Дмитрий Гассин, я рассказываю о книгах, о музыке, о кино, говорит, показывает в Ападом, и сегодня речь пойдет о мега-крутом комиксе, который называется «Морские животные». «Морские животные» в комиксах, часть первая, если быть точным. Итак, Казнов и ЖТРИ, это автор и художник, создали нам изумительные совершенно истории про морских обитателей. Изумительные они тем, что взрослых они шокируют, а детям понравятся. Потому что дети обожают все такое вот пугающее, зверское, такое необычное. Это жители морские, которые разговаривают, у них вполне сюжетная каждая история. Вот на форзе взрослые сразу увидят анекдот, нюх-нюх, это у нас плывет, акула вынюхивает, ту самую капельку крови, которую она способна учуять за три километра в воде. А за ней плывет рыба-вотсман. Если кто знает, кто это такие, то сразу поймет, почему она кричит. Патрон, помедленнее, ваш GPS за вами не поспевает. Ну, конечно, маленький ребенок может еще не знать, что такое GPS, но вообще это очень смешно, потому что это действительно GPS-акула, если уж говорить о том, как устроены взаимоотношения этих двух биологических видов в морской среде. Когда-то я рассказывал об очень интересной книге, посвященной именно жизни океанов. Я эту книжку вспомню, потом еще, может быть, еще раз к ней вернусь. Когда-то я рассказывал о книге, которая составила удивительную страничку в моем детстве, в истории моего чтения. Называется «Палеонтология в картинках». И вот я очень жалею, что про морскую жизнь у меня не нашлось такого прекрасного комикса. Ведь при всей, я бы сказал, мультяшности, при всей игровой составляющей, а здесь у нас, еще раз повторюсь, абсолютно игровой сюжет на каждом из разворотов. Например, про комбалу здесь рассказывает маленький ребенок, в смысле рыба и ребенок. Рыбенок маленький спрашивает папу, как комбала? Ну, плоская рыба. А почему у нее глаза на той стороне? Потому что она очень плоская. А что, они все действительно такие плоские? Даже маленькие комбалята? Да, вот они все такие плоские. А потом она спрашивает, значит, вид сбоку, вид спереди. Он здесь все объясняется, да? А что, он не такой плоский, да? Вот, морской палтус, да? Ой, прости, кажется, я на него сел. Поэтому он такой плоский. И там, значит, плоский этот морской палтус. Абсолютно. Потому что его слегка раздавили. Здесь есть очень смешной сюжетец на каждой страничке. Значит, в чем польза? Во-первых, ребенок разучивает виды морских тварей. Их действительно много, они необычны. Более того, здесь время от времени авторам не хватает этих монстров. И они забираются в область палеонтологии. Здесь у нас есть плезиозавр. Здесь у нас есть, значит, другие прекрасные, в том числе, например, мегалодон. Вымершие, к счастью, на наше счастье, значит, тварюшки. Вот. И, значит, всех этих тварюшек художник изображает с особым смаком. Уж если оскал, так оскал. Уж зубки, да к зубки. Уж кусил, да к кусил. Вот. Это очень нравится маленьким детям, потому что они в восторге от всей этой хищной жизни. Потому что она снаружи выглядит весело, да. Вот как нам меланхоличный экскурсовод в Эрмитаже рассказывал про скифские золотые украшения. В каждом украшении присутствует мотив терзания. Обратите внимание, как дикий вепрь насаживает на свои клыки того-то и того-то. Обратите внимание, как волки разрывают оленя. Как плавно идёт линия его рогов. А там такой олень, который жрут на наших глазах. Или эти скифские воины на знаменитом гребне все сто раз видели фотографию, которые копьями тычут друг в друга. А нам рассказывают, обратите внимание, по почерку гребень выполнен греческими мастерами. Видимо, по заказу одного из скифских правителей. Но изображены на нем скифы по характерному вооружению и штанах, в которые они одеты. Естественно, скифские воины одеты в скифские штаны. Греки так не одевались. Нам-то не интересно. Воинам-то не до штанов. Они как раз воюют. Вот так и здесь эти рыбы, понимаете, все непрерывно всех жрут в этом комиксе. И это-то и прекрасно. Кстати говоря, если вы думаете, что биологическая основа, вот эта самая познавательная основа комикса может быть поставлена под сомнение, то сильно ошибаетесь. Даже я к их теологии, не имеющей ни малейшего отношения, был очарован историей на странице 18. Это история про иглянку. Так называемую иглянку. Это моллюск, ракушечник, который питается другими моллюсками. У него реально есть сверло. Но, разумеется, здесь нарисована электродрель. Вы же понимаете, такая сверло. Но у него есть такой костяной нарост, зубообразный, которым он пробуравливает, буквально проткнуть их сложно. Это очень крепкие вещи. Он пробуравливает скорлупки плоских двухстворчатых моллюсков, нитей и остриц. И он их пожирает. Самое удивительное, что когда я прочитал эту историю, я живо вспомнил экскурсию на Черноморском побережье, где нам показывали вот эти вот скорлупки от моллюска с крохотной дырочкой. Буквально россыпь этих вот скорлупок от двухстворчатых моллюсков. И рассказывали о том, что настоящее экологическое бедствие разразилось на Черноморском побережье. В некоторых его районах. Потому что средиземноморские человеческие суда привезли вот этого моллюска на своих днищах. Он развелся, он размножился и стал пожирать мидию. И знаменитые теперь вот эти вот черноморские устрицы, их теперь фиг попробуешь, потому что их нигде нет. Они исчезли, они съедены вот этой самой иглянкой, которая распространилась. И это реальное экологическое бедствие вот вследствие нечаянных действий человека. Разумеется, никто этого не предполагал, что он так случится. Я здесь читаю про эту самую иглянку, смотрю, как она действует, вспоминаю эту историю. То есть, на самом деле, каждый из этих комиксов имеет вполне основательное биологическое наполнение. С точки зрения описания морских животных и того, как они живут, это очень важно. А еще важнее, вот эта маленькая вставочка. Она сделана совсем микроскопическим размером, вот здесь вот, чтобы не мешать наслаждаться детям. Но для детей постарше и, в принципе, для взрослых, которые будут с ними читать, это очень важная информация. Здесь даны не просто информация об ареале обитания, о латинском названии, о способе питания, об особенностях развития. Причем особенности очень смешно описаны. Там есть, например, рыба, которая живет при отрицательных температурах в воде, под давлением, не кристаллизующейся в лед, только благодаря тому, что она находится в движении и находится под большим давлением. Рыба живет при отрицательной температуре. Что вам еще написать в особенностях, написанных в крови особенностей? Вам этого мало? Вот такие вот вещи. С юмором все сделано. Даже это сугубо познавательная часть. И здесь дан индекс опасности, угрожающей виду. Это очень важно. В конце книги есть табличка «Охранный статус биологических видов», где эти английские аббревиатуры, латинскими буквами, расшифрованы. От повсеместного распространения виду не угрожает опасность до полного исчезновения вид истреблен человеком или неблагоприятными факторами, связанными с человеком. Вот вся шкала. И по этой шкале мы можем определить, угрожает что-нибудь животному, о котором веселый такой комикс нарисован или нет. Это очень полезно. И это постоянное напоминание о том, что мир, в котором мы живем, очень хрупкий. И вот ребенок, даже совершенно другим занимаясь, мы смотрим такой своеобразный графический мультфильм про этих капитанов. Но это не тот добренький в поисках Немо, который такой веселенький. Здесь происходят и ужасные вещи. Ужасные в кавычках, конечно. Но пугать этот комикс не способен, по-моему, никого. Даже самого маленького малыша. Рассмешить способен. Ну и, конечно, заставить удовольствие, потому что дети все это обожают. Вот эти вот сражения, терзания, вот эти вот прекрасные. И так далее. И, конечно, постоянно-постоянно напоминают о том, что вот этот вид исчезает. Этот вид на грани исчезновения. Этому виду угрожает опасность. И этот вид пока вне опасности. Эти индексы внизу на вставочках. Очень, по-моему, грамотно придуманы и хорошо реализованы. Вот такие вот морские животные в комиксах. Жаль, в детстве у меня не было подобной книги. Весело бы провел время с большой пользой. Кто знает, может быть, сейчас бы исследовал какие-нибудь моря Арктики или тропические рифы в поисках новой вот этой вот зверюшечки, которая там засела где-то в этих рифах. Вот. Спасибо за внимание. Читайте с детьми. И не бойтесь. Послушай, это не ползает. Продолжение следует.